Я приветствую вас, дорогие друзья и подписчики. Спасибо вам большое, что вы добавляетесь, за то, что смотрите, анализируете и реагируете на все происходящее. Мы тоже стараемся с нашими экспертами. Вадим Карасев, прямо сейчас со мной на связи. Вадим Юрьевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ощущение, ну вот, какой-то фальстарта натовского произошло, потому что Зеленский подписывает после своего обращения в ответ на аннексию территорий украинских Российской Федерации, спешную заявку в НАТО по ускоренной процедуре, а после все ждут и примкнули к экранам, мониторов, гаджетов, на стол Тенберга смотрят. Ну а там, собственно, ничего нового. Как это объяснить, что это было? И вот действительно это план вхождения в НАТО по-быстрому? Или это, как сказал уже подоляк, курс? Просто очередной раз обозначили. Ну, скорее всего, это очередной раз обозначили. Почему? Потому что смотрите, что Столк заявил на пресс-конференции, что или дал понять, что война будет долгой. Но до тех пор, пока война не закончится, Украину в НАТО никто не принесет. Почему? Ну, потому что это прецедент принять в страну члены Североатлантического альянса, на территории которой идет война, у которой территориальные споры с агрессивным соседом. Такого никогда не было. Мы знаем, что согласно статуту НАТО принимаются только те страны, у которых разрешены все территориальные споры. Для чего? Для того, чтобы НАТО потом Североатлантический альянс, согласно статье 5 Вашингтонского договора, не втягивалось напрямую в тот или иной региональный конфликт, или в территориальный конфликт, или в территориальный спор и так далее. Поэтому понятно было, что если вдруг бы генсек НАТО вышел и сказал, да, мы принимаем это, но это полностью перечеркнуло бы всю идею НАТО и весь статут и всю логику принятия новых членов в НАТО. Не случайно же там целая процедура, кроме ускоренной. Так, есть же и процедура ПДЧ, план действий по членству в НАТО, где вот эти все, скажем, споры, несоответствия, они должны быть урегулированы. И только потом уже начинается процедура вступления в НАТО. Так что не на что было тут по большому счету надеяться, но а если это уже было бы, так это уже официальное объявление НАТО со стороны Североатлантического Блока войны России и вступление в прямой конфликт, прямое вступление НАТО в конфликт или войну с Российской Федерацией. А это уже Третья мировая война. Там уже пошли бы ядерные аргументы, уже не просто намеками и полунамеками, так или полублефом, полушантажом. А уже, наверное, было бы это, наверное, по-серьезному. Вот, поэтому все это, скажем, ожидаемо было. Вот такое заявление Столкенберга. НАТО не прямо будет участвовать на стороне, ну, будет участвовать в конфликте. Да, будет помогать Украине. Наверное, будет усиленно увеличена военная помощь, исходя из возможностей НАТО запасов американского и западноевропейского ВПК, но участвовать в войне на стороне Украины, НАТО не собирается. Это первое. Второе. Почему вот Рада Национальной Беспеки и Обороны приняла вот такое решение запустить ускоренную процедуру вступления Украины в НАТО? Первое. Это означает, что никакого нейтралитета. Ведь переговоры с Россией главный возможно пункт это нейтральный статус Украины и не вступление Украины в НАТО. Потому что там денацификация, демилитаризация так называемой цели так называемой специальной военной операции. Ну, как-то про них уже понятно, что они нереализованы и нереализуемы. А вот нейтралитет оставался. Стамбул один и, ну, скажем так, не исключалась возможность Стамбула два. Не случайно вчера Эрдоган попытался позвонить еще раз переговорить с Путиным, а до этого, за день до этого он разговаривал с Зеленским. И нейтралитет оставался. Но если уже Украина запустила процедуру, точнее так, заявку на процедуру ускоренного принятия в НАТО, это было выступление подписи президента, главы Верховной Рады, премьер-медик премьер-медик значит все нейтралитет, а вместе с ним и переговоры в таком компромиссном варианте остались позади. Переговоры могут быть, но уже после того, как будут достигнуты цели войны. Не дипломатии во время войны, потому что война может быть инструментом для дипломатии, для обеспечения лучших позиции на переговорах. Нет, теперь уже война ради победы. Это уже настоящая военная война, война с военными целями, а не с политическими целями. Ну, например, усадить там кого-то за стол переговоры. Нет, ну так Путин усаживает. А кто же сняет? А все же нет, а как он усаживает? Он усаживает, аннексировал территории? Он, я понимаю, мог бы, ну, скажем так, процедуру аннексии или вхождения, так, в их терминологии, Херсонская и Запорожская или части Запорожской области, ну, скажем так, растянуть, сделать не одномоментной, не молниеносной. ДНР и ЛНР там понятна ситуация, более-менее понятна, скажу так. Тогда я понимаю, что это было бы приглашение переговоров, что наши, скажем так, уступки могут быть, ну, российские уступки могут быть, вернуть там Херсонскую и Запорожскую, часть Запорожской области, Азовского моря в обмен на переговоры, нейтралитет, Украины, не вступление в членство в НАТО, там какие-то, возможно, ограничения на виды вооружений в Азовском море, там, на Южном море, но на это уже нет. Это фактически ультиматум капитуляции. Территории, мы готовы с вами говорить, но территорию уже вы не получите. дипломатическим путем. То есть, или капитулируйте, ну, или продолжается война, потому что Украина не согласится на потерю территории, а Путин не соглашается, не согласился сделать последний шаг к дипломатическому решению, там, к Стамбулу-2, например. Понятно, что Стамбул-1, он уже устарел, а после сегодняшнего дня он полностью там так прекратил свое существование. не будет больше ни Стамбула-1, ни Стамбула-2. Так что, этой заявкой Зеленский дает понять. Никаких переговоров, не надеетесь. Дальше, никакого нейтралитета. Проехали этот поворот, этот перекресток, этот поворот, проехали. И теперь либо военная победа над Россией и вступление в НАТО, ну или длительная война, и понятно, что ситуацию, нельзя бы сейчас, скажем так, говорить о таком чистом оптимизме, оптимистическом. Всякие разные могут быть сейчас варианты. Но, конечно, мы верим и надеемся в победу, но так как она длительная, это длительный путь, длинный путь. Ну и еще один момент, конечно, почему нужно было вот так ответить. Во-первых, это хороший пиар-ход, он может, скажем так, несколько снизить градус внимания к тому, что происходило в Кремле в Георгиевском зале и цитирование так называемой Георгиевской речи Путина, как и сейчас называют. Это одна история. И вторая еще связана с тем, что вступление в НАТО это какой-то еще имиджевый вариант. Смотрите, да, территории утеряны временно, но зато мы в НАТО. Часто же говорили там в 14-15 годах некоторые там так спикеры известные и очень известные и очень-очень известные, что вот нафиг украинить Донбасс, отдаем и России, отказываемся от Минской соглашения, но зато мы вступаем в НАТО. Ну, как Германия в свое время, ФРГ. ГД расставила Советскому блоку, а ФРГ стала форпостом новой холодной войны, а потом через 50 лет опять соединились западные и восточные земли Германии. ГДР фактически была присоединена к ФРГ. Вот такие же варианты были, но зато мы в НАТО, зато мы в Европейском Союзе. Да, чуть меньше территорий, но зато мы в НАТО. Вот такой тоже не исключаю вариант, правда, знаете, конечно, если над ним рассуждать, то надо все-таки сходить из того, чтобы эти территории, которые сегодня аннексированы, оккупированы Россией, так освобождать их в ближайшем будущем, так сказать, не затягивать, потому что, ну, хороший пример ГДР и ФРГ, но это исключительная, скажем так, уникальная ситуация была в конце 80-х, начало 90-х годов. А, например, Корея, северная и южная, что-то я не вижу там, или северный и южный, ну, греческий, турецкий, Кипр. Ну и так далее, можно много искать вот таких прецедентов. Поэтому лучше вот с этим как бы не играть, как играли, так, против, зачем нам выполнять Минск-1, Минск-2, а пойдем НАТО и вопросы все снимутся. Да не снимутся, к сожалению. Вот, мне кажется, это тоже важный вариант, что, да, ну, скажем так, территорий терять, это, знаете, да, коварный агрессор, да, коварная Россия, захватническая, ну, империя вообще не знает границ, как говорят, говорят, скажем так, труды по истории империи. У империи нет границ, у империи есть края, поэтому эта граница будет вот такая сейчас, да, она неустойчива, она может быть в одну сторону, в другую сторону, но факт весь факт, что после сегодняшнего дня можно сказать, что путь к миру послевоенному может быть один, только после победы, уже тут так, либо мы, либо они. во-вторых, это делается ставка, и только тогда может быть мир, я называю его карфагенским миром, не перемирие, дипломатические, скажем так, какие-то компромиссы и там какой-то стамбульский мир, а это карфагенский мир, кто-то должен быть разрушен, Россия должна быть разрушена, и генсек Маташ сказал же в напреске, но прифет, скорее всего, это был, что победа России была бы катастрофичной для Украины и для мира, поэтому курс на поражение России будет продолжаться, это раз, во-вторых, эта установка сегодня стала еще более отчетливее, вроде бы Стон Трубер так как бы и не сказал ничего по существу, но нюанс этот надо отметить, не просто не допустить военной победы России, а, наверное, скорее всего, уже, скажем, возможно только не допустить военной победы России означает ее поражение. Второй момент, значит, Украина будет воевать и должна воевать, почему? Потому что Россия перестанет воевать, будет мир, Украина, если Украина перестанет воевать, она перестанет существовать. Ну, то есть, перефразируя известную формулу Декарта, мыслью, следовательно, существую. Вот Стонтенберг дал формулу нового этапа Украине, это воюем, следовательно, существуем. Мы уже как только перестанем воевать, мы уже не существуем. Получается так. Значит, вопрос к НАТО и к нашим западным друзьям, партнерам, ну, почти союзникам, де-факто союзникам. А вы можете увеличить вклад в военные возможности Украины, чтобы Украина смогла военным путем отвоевать территории и победить Россию? Может, отвоевать территорию, это значит победить Россию? Это уже территории с точки зрения российского законодательства. Нравится нам? Не нравится? Ну, конечно, не нравится, но они уже территория России. Дальше. Когда говорят о том, Блинкин и Байден, Байден, администрация выпустила пресс-релиз о том, что Байден будет поддерживать усилия Украины по освобождению всех территорий. По Крыму, Крым там ходит или нет? Тоже хочу узнать. Чтобы четко было. Эти территории, которые аннексированы, ну, так вот, тоже надо тогда, это надо и, скажем, более конкретизировать это все. Ну, и получается, что единственный сегодня возможный вариант это продолжение военных действий там на Востоке на отвоевание территорий, потому что понятно, что с военно-оперативной, военно-фактической точки зрения сегодняшние геополитические заявления Пайдена, Блинкина, генсека НАТО и других западных лидеров и геополитическая речь Путина ничего не меняет по большому счету. Военные действия будут продолжаться. Да, геополитические ставки взросли до небес, но это еще не потолок, извините, за Коломбу. Еще будут другие ставки, они же будут связаны, наверное, с военной составляющей, в том числе и с ядерной компонентой, так и с политикой устрашения ядерного и так далее. Но сегодня Путин, конечно, взвинтил эти геополитические ставки туда, до небес. Ну и пока ответ, ну скажем так, геополитический, очевидно, тоже надо было ответить геополитическим, скажем, каким-то жестом, шагом, месседжем. И вот он заключается вот в том, о чем заявило украинское руководство. Заявка на ускоренную принятие, на ускоренную процедуру по принятию Украины в Североатлантический альянс. Но реакция НАТО, реакция западных союзников, она в этом смысле тоже была предсказуема, потому что прямой войны с Россией никто не хочет. Потому что это Третья мировая война и с переходом уже от конвенционального оружия на возможность применения неконвенционального оружия. Что бы там кто ни говорил. Насколько вообще вероятен вариант, потому что это ведь не просто вы, конечно, правы, когда так ставите знак восклицательный над категоричностью Зеленского, когда он говорит, что переговоры я буду вести уже с другим президентом Российской Федерации, не с Путиным. А насколько все-таки вероятен вариант вообще модели вот этих будущих переговоров. Потому что тот же Путин, когда говорит, давайте прекращать огонь, но, собственно, территории мы вам не отдадим. Здесь же остался же вопрос по территориям, занятым, не занятым. В документах понятно вся территория там одной области, другой области. Есть кусочек, который они присоединили с Николаевской области, к Херсонской и тоже включили. То есть об этом, нам обо всем нужно говорить и нужно принимать какие-то решения. Насколько вот вообще этот вариант с НАТО действительно возьмет и приведет Украину к тому, что ну, пожалуйста, усаживаемся за стол переговоров и договариваемся об этих всех нюансах. Есть ли модель того, что уже без Путина, да? А как без Путина? Ну, пока Путин. Так, и это тоже реальность, надо понимать. Да, негативная реальность, можно сказать и так. Вот, но она реальность. Неважно, с каким она знак, негативными или нет. Но теперь по порядку в вашем вопросе сошито несколько вопросов. Ну, во-первых, вот вы правильно сказали о границах. 40% Донецкой области это Украина, 30% да, процентов 35 Запорожская область и областной центр Запорожья. Интересно, в речи Путина там было, что жители Запорожья проголосовали или хотят там, конечно. Запорожье это, наверное, как бы все. Так они географию знают Украины. Тот, кто писал эту речуху. Дальше. Правильно, вот вы сказали, Николаевская, часть Николаевской области проголосовала за, хотя Николаевской области нету, есть, ну, как бы часть Керсонской области. Границы размыты. Я же говорю, в империи нет границ. В империи есть края. Потому что империя это всегда экспансия пространства. Когда Путину не удалось реализовать специальную военную операцию и взять под контролем всю Украину и поменять ее внешнеполитическую, геополитическую, культурную идентичность, то стало понятно, что Киев не взять там не взять, только можно там какие-то небольшие территории взять, кусочки. Он поменял планы на экспансионистские. Что в планах у нее не было экспансионистских планов, так, завоевать какие-то территории. План был взять Украину в сферу влияния и оторвать ее от запада. Теперь планы поменялись, потому что поражение было СВО. Но он перешел в такому ползучему экспансионизму, можно запад ползучий, можно воинственный, как угодно. И теперь у нее задача какая? Двигаться дальше, откусывать части территории, откусывать, отгрызать, отсекать по кусочкам, по частям. Если не дало сразу все тело взять в оборот, подчинить, значит по кусочкам. Вопрос в том, что получится это у него или нет. Потому что ну я не знаю сколько там мобилизаций будет. Какие силы дальше? Это конечно вопросы военных возможностей наших для того, чтобы не только удержать нынешние границы, но и отвоевать наши территории, украинские территории, украинские земли. Вернуть их, освободить и вернуть в Украину. Но это уже тоже вопрос к нашим партнерам, к нациям. Насколько у нас есть такие возможности военные? Это два. Насколько они готовы вкладываться и дальше помогать? И будут победы, если у нас будут победы, а вдруг будет какое-то затишье, какая-то пауза, или или не будут хватать военной техники. Так что это вопросы к НАТО, смогут ли они перейти в парадигме военной помощи Украины на новый какой-то этап, изменить эту парадигму. Например, там больше танков, точнее вообще танков западных, авиацию, устребительно-штурмовую авиацию. Так что если они поддерживают нас в том, чтобы мы наступали на временно оккупированные территории и освобождали их и обратно возвращали в Украину, они должны тут больше помощи. А почему? Это важный вопрос. Ну хорошо, генсек НАТО говорит, если Украина не будет воевать, она не сможет существовать. А если она будет воевать, а, например, военные возможности, мы же тоже должны исходить и какие-то негативные сценарии просчитывать. А если Россия не остановится, начнет дальше идти и будет наступать, и будет еще территории прихватывать, прикусывать, откусывать и так далее. Это тот путь, который нужен Украине или нет? То есть я к чему говорю, что может быть это все-таки формула наших западных друзей слишком безапелляционно и слишком оптимистично на том уровне военной помощи, которую они сейчас нам дают. Если больше, это другой вопрос. Но на этом уровне, когда они, ну, вот последняя помощь миллиард долларов в США, но через полгода только Хаммерс появится, в лучшем случае, а так вообще через год. Это только заказы, которые получат американские ВВК для того, чтобы эти Хаммерсы произвести и поставить их в Украину. Это время теряное. Получается так, что вы воюете, но гарантии победы пока от наших западов я не вижу. Гарантии победы может наши вооруженные силы, наша мотивация, воля к победе и так далее. Но от них я не слышу. Потому что они именно говорят, что если Блинкин а потом генсек НАТО подтвердил эту формулу. Она красивая, конечно, формула, что если Украина не будет воевать, она не будет существовать. Будет существовать? Украина будет существовать? Будет она воевать? Она уже отстояла право на существование в феврале-марте этого года. Но в каких территориальных границах она будет существовать? Вопрос можно так поставить или нет? Нет. Почему? Потому что сразу же на человека, который ставит именно так вопрос, обрушивается клеймо, там, шельмование и... Нет, ну, подождите, обрушивается... Мы же не работаем не для того, чтобы там, ну, скажем так, реагировать на людей, которые, скажем так, живут в каких-то, ну, не то, что пропагандистских, но, скажем так, не аналитических. Да. Не аналитических размышлений. Это же аналитика, мы же должны... Что такое аналитика? Это игра всех нюансов. Это негативный сценарий, позитивный сценарий и так далее. Я к чему это говорю? Если НАСА ставит так вопрос о том, что вы не воевать не можете, потому что тогда вы не будете существовать, если вы не будете воевать. Значит, вы воюете, тогда и они должны в разы увеличить нам военную помощь. потому что тогда есть риск, если без необходимой, адекватной, своевременной военной помощи не будет у нас со стороны НАСА, чтобы артия резервы подтягивала. И не надо там, как бы, ну, скажем, вот эти все смешки там и игра в эти все, как нас любят в Украине, так вот эти все мобилизации, могилизации и так далее. Пройдет, освоятся, накинут людей, не жалко им жизни солдат, потому что война-то ж, Путин, кроме Украины, еще же прогласил фактически такую большую, тотальную, идеологическую, моральную, культурную войну Западу. Там же полностью в этой речке все претензии Западу, озвученных со стороны местной России. Запад, скажем так, оформлен как такое вселенское зло, которое мешает своей неоколониальной политике, мешает не только России, но и всем другим странам, не золотого от этого миллиарда. Но там же о многом этом, даже война, как бы, отечественная или антиколониальная война. и Россия в авангарде этой антиколониальной борьбы. Там же неоколониализм, неоколониальная рента, рента гигимона, чего там только нет. Это же речь еще в таком духе. Там, как бы, Украина находилась, да, один из сюжетов ключевых, но сквозной сюжет, такой шампур этой речи, это вот Россия авангард не Запада, антизапада. Или авангард мирового большинства против западного колониального или империалистического меньшинства. А как сыграет проставка? А? Как сыграет проставка? Ну, а наша игра это Индия, смотрите, Индия, Китай, ряд других государств, Индонезия, Бразилия, где выборы будут в воскресенье, где Лула, бывший президент, Левак, профсоюзный лидер бывший, имеет возможность выиграть президентские выборы. Посмотрите, а наблюдатели были на этих так называемых референдумах с каких стран. Я не говорю про Венесуэлу, Никарагуа, это все понятно. А вот эти все незападные гиганты, мир незападный, Китай, посмотрите, Индия, посмотрите, это и по количеству населения, и по темпам, и по росту экономики. Так, да, они, скажем, есть свои, скажем, претензии к Западу, в связи с их колониальным статусом. Ну, что там говорить, Индия была жемчужина Британской империи, а опиевные войны в Китае, что, забыли? Нет, это же используется в идеологической доктрине, как идеологическая власть в Китае и во внутренней политике. И в Индии тоже. Это проникает во внешнюю политику. Да, они действуют не так, как в России. Более осторожно, так, более хитро, делая ставку все-таки на четыре вида власти, причем одновременно, как Майкл Ман описывал, четыре вида власти есть. Идеологически-религиозная власть, экономическая власть, политическая власть и военная власть. Вот Россия действует военной, прежде всего, властью. Так, в феодальном имперском стиле, когда война, превращение территорий, решение всех споров военным способом, военными методами, ну, были основной, основной, скажем так, основным инструментарием внешней политики. Тогда она так не называлась, но назовем ее так, было понятно. Вот. А вот Китай, Индия действуют более хитро, и сочетая более-менее пропорционально и военные аспекты. Китай, посмотрите, строит океанский флот, один из крутейших флотов. Поэтому американцы и так, скажем, взбодрились, забеспокоились и встревожились. Дальше. Экономическая власть Китая, а это и технологии новые. Так, идеологическая власть, конфуцианство, маоизм и так далее, идеологическая доктрина Китая. В Индии тоже самое, и военные, посмотрите, как милитаризуется страна, и экономика растет, и религиозный фактор, ну, сегодня это больше такой национально-религиозный фактор, потому что Моди фактически в отличие от предыдущих всех премьеров и лидеров, он такой больше индусский националист, но тем не менее включил этот фактор. А какая модель власти в США? В США? А какая модель власти в США? Финансово-экономическая, технологическая, а идеология американская мечта? Ну, как есть такое выражение у философов? Есть американская мечта, но нет латиноамериканской мечты. Это очень важно. Это идеология американская. Почему туда все прут в Америку? Через заборы, через разного рода КПП, любым путем, тушкой, чучелом, там, сверху, сбоку и так далее в Америку. Потому что американская мечта, ты можешь приехать и разбогатеться так богатым и так далее. Ну, по крайней мере, эта модель работала. Вот. Идеология, конечно. Град на холме, это уж Америка, скажем, построена по модели Рима. Сенат, Конгресс, Капитолий, президент, выборный монарх. Так, и Америка исключительная нация. Или, как говорила Мадлен Орлбрайт, незаменимая нация. Что не так? Новый свет, Град на холме. Идеология, она с таким религиозным очень, насыщенно религиозными контакциями, аллюзиями, ссылками, ассоциациями и так далее. Ну, конечно, военная. Посмотрите, у кого наибольший бюджет военный в мире? Под 800 миллиардов долларов? Наверное, патриллиончик, наверное, уже есть. У кого? Штатов. А доллар? Империя доллара, дипломатия доллара? Или, как говорили раньше, дипломатия канонерок и дипломатия доллара? А у кого? Штатов. Вот эти четыре виды власти в Америке тоже, на Западе тоже они есть. Понимаете? Вот в России есть военная, идеологию могут придумать. Ну, там, Москва, Третий Рим, четвертому не бывать, там, Византийщина, там, Великая Отечественная война, революция, а теперь Четвертая Отечественная война против Запада, который хочет уничтожить Россию, только и ждет, только и готовится к тому, чтобы забрать у России все ресурсы, которые ей принадлежат по историческому праву и так далее, и так далее. Вот. Отечественная война, фактически, как была, там, Польско-шведские войны, потом Северная война, потом Отечественная, Наполеоновская, Великая Отечественная, вот теперь Четвертая Отечественная война. Вот это такой идеологический, скажем так, духовный такой, ну, в кавычках. Вот это... Ну и войны, для войны, для войны, на войну. Это идеология войны. А экономика, конечно, слабая, и в этом, и политическая система, кстати, слабая в России. Не такая, как в Китае, в Индии, я не говорю уже про стабильные демократии, потому что вся политическая система держится на Путине. на одном, перевернутая пирамида. Понимаете? Это, так сказать, абсолютный. И это уязвимая точка. Что-то происходит с самодержцем, что-то происходит, как в России было. Там, дворцовый переворот, или еще какие-нибудь дворцовые интриги. А потом ты неудачно заболел, самодержался и умер. И так далее, и так далее. А кого-то табакиркой, как Павла Первого. Павла Первого, так? Вот. И тогда все меняется. Сыпется система, как в советское время по конституции 1977 года, статья 6, партия, ядро, коммунистическая партия Советского Союза, ядро политической системы СССР. И поэтому ядро, как шарахнули в 89-м году, в 90-м и 91-м году. Все. И все. И посыпалась вся политическая система, и страна разбал. Да. Вадим Юрьевич, вот это вхождение, как они называют, или там аннексия, как называем мы. Незаконная. Надо подчеркнуть незаконную. Незаконная аннексия. Я просто к чему? Я хочу, чтобы услышать от вас некоторые мысли по тому, как там будет жизнь у людей проходить дальше, что будет с людьми, что будет с предприятиями, в частности, особенно, всем сейчас интересно, с того становится запорожская атомная электростанция, которая переходит, это уже российское, получается, будет предприятие. Люди, которые там, это уже будут граждане России, им всем раздадут паспорта. И я так понимаю, что это будут делать тоже быстро. Вот как с референдумом и вхождением, то тоже быстро. Что делать с этим? Ну, смотрите, ну, во-первых, делать так, чтобы это не было быстро. Второе. Во-вторых, наступать они будут. Причем, не только для того, чтобы там выйти на границы Запорожской области и Донецкой области, так, административные границы, советские, еще начертанные в советское время и в Украине, которые существовали. Но в планах идти дальше. На Николаю, Одесса, Кривой Рог и Южноукраинская атомная станция. Но мы уже переименовали ее в последнее заседание как динамика. Она уже у нас пикденна украинская, так, Южноукраинская. Да, Юг в планах есть, что по Юг забрать. Значит, надо, во-первых, эти планы сорвать, а во-вторых, надо наступать на эти территории. А, да, конечно, ну, люди заложники, да, что там, военные действия закончатся на Донбассе, на Херсоне, в Запорожье. Там мы будем наступать. А другого выхода нет сейчас. Нет выхода. Значит, получается, что там жизни не будет стабильной, мирной жизни. Ну, это же не наш выбор. Правильно или нет? Для нас это необходимость. Это не проблема выбора, это проблема необходимости. А у них проблема выбора. Сейчас же идут за Красный Ливан, так? Если Красный Ливан, там, Сватово. Ну, Луганская область. Ну, так, выходим, значит, вот с этой стороны. Поэтому, конечно, в ближайшее время, хоть они обещают, или там, наверное, люди, которые шли, кто по глупости, кто по дурости, кто по гадости, кто по злости, кто по скудоумию, а кто просто шел. Проголосовали, не думали, что это закончится, что война закончится, что не будет вести военные действия, и так далее. Нет, она не закончится. Тем более, что есть по международному праву мы правы в том, чтобы территории, наша территория, принадлежащая нам, оккупированные, были освобождены. Ну, так получается, что с военной точки зрения это ничего не изменит. Но если, ну, так сказать, как они могут помечтать, что если там все успокоится, так вот, допустим, и как-то линия военных действий будут заморожены, будут потухнет конфликт, то я не исключаю, что там попытаются все-таки показать этим территориям, что вот как хорошо жить в России. В России всегда это часто было, что за счет глубинки, за счет глубинных территорий, глубинного народа. Часто делали вот эти показушные, как-то витринные территории и потемкинские деревни. Ну, не случайно, что термин так вошел, потемкинские деревни. Может, такой вариант. Но это так они обещают, наверное, или обещали, я так подозреваю, обещали, вот, что вы, вхождение этих территорий в состав России, вот, будет лучшая жизнь. но, думаю, что нет, не будет этого, даже не думая, а как бы стопроцентно уверен, потому что война будет продолжаться, более того, более того, сейчас, секунду, более того, так, эскалация военная, именно военная, тактическая, оперативная, она будет усиливаться, военная помощь, я думаю, мы получим больше, военных возможностей будет больше, поэтому ни о каком затухании конфликта, ни о каком перемирии, ни о каких передышках и так далее, в ближайшее время, по крайней мере, до зимы, мы не увидим. И даже, думаю, с зимой будет. Россия накопит резервы, по крайней мере, мне так видится, что Россия может накопить резервы, вот этих всех мобилизованные, получить новую технику ВПК, я уже приводил пример, но не у вас, правда, концерн, военно-производственный концерн, Калашников увеличил выпуск продукции на 40% в этом году, надо и экспортные контракты выполнять и пополнять окружение, техника же летит, мы же летим так, вот так, поэтому, я думаю, что через недели 3-4 они могут наступать, надо быть к этому готовым. Да, это очень интересно, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк, что думаете вы, напишите, пожалуйста, в комментариях, у меня есть еще один вопрос к Владимир Юрьевичу, и он, знаете, ну, такой, вот помните раньше, там, спроси у человека, чей Крым, да, и ты сразу можешь понять чего-то о человеке, сейчас как бы этот вопрос, ну, скажем так, длиннее будет, потому что не только Крым, а еще и Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон, но таким же вопросом становятся и, ну, скажем так, мысли о том, кто взорвал Северный поток, один и два. Вот Путин сказал, англосаксы, ну, как бы сказал и сказал, но за этими словами ведь должно последовать какое-то действие, что это было, что это за реакция, и вот, вот самое интересное, непонятно, вот ровным счетом, ничего, потому что все как-то об этом событии, ну, очень так, так, общо, что ли, то есть, не категорично, без каких-то следующих шагов, а ведь это, ну, это беспрецедентно, явление, которое может за собой повлечь, ну, там, другие инфраструктурные международные объекты, разрушения и, там, акты, которые могут с ними сделать, что думаете? Вы хотите задать мне вопрос, кто подорвал Северный поток, чей Крым? Смотрите, я не буду вдаваться в конспирологии, я знаю только одно, главный пострадавший Германия, главный пострадавший Германия. И второе, сошлюсь на авторитетное китайское издание, авторитетно-китайское издание Global Times, которое сегодня написал. Ситуация настолько мутная и настолько непонятная, что подлинные причины, подлинных исполнителей этого подрыва мы в ближайшее время не узнаем. Потому что и всем выгодно, и всем невыгодно. Вот можно взять англосаксы, так называемые, можно сказать, вот это им выгодно, но и невыгодно тоже. Может, с таких же аргументов хочу привести, что им невыгодно, это и не надо. Понимаете? И тоже можно сказать и поляк, и любую страну, и Россию даже выжить. С одной стороны им выгодно, с другой стороны невыгодно, потому что они, наверное, все-таки рассчитывали, что когда немцы зимой будут мерзнуть, что все-таки тогда предложат опять запустить или запустить не опять, а просто запустить Северный поток 2, потому что Северный поток 1, тоже стоит по техническим причинам. А Путина все-таки как бы не покидает идея первоначальная вернуться в Европу на правах одного из главных игроков. Так? Участвовать в концерте европейской безопасности. Это же его идея. Это же тоже отодвиньте инфраструктуру НАТО на 94-й год, чтобы не было прямого столкновения там военной инфраструктуры России. Но контроль над Восточной Европой, над Украиной как ключевой страной Восточной Европы и балта черноморского меридиального геополитического такого пояса, так? Или там полосы. Кстати, обратите внимание, что сказала Меркель. Она сказала, что нужно подумать о новой архитектуре европейской безопасности, которая невозможна без участия России. Почему? Потому что главный пострадавший вот в этой истории, даже не мы, мы просто иссякаем кровью, теряем жизни, теряем, пока временно потерять территорию. так, но после победы, я надеюсь, это все окупится, вернется, так, окупится восстановлением, инфраструктурным восстановлением, вхождением там Европейский Союз, о чем говорила Форден Ляйен, так? А вот немцы сейчас, вот от этого конфликта больше всего страдают они, потому что конкурентоспособность промышленности немецкая, она падает, инфляция высокая, а ведь Германия, это же экономический локомотив, это мотор Европейского Союза, и стран, кстати, восточной Европе, тоже это понимают, но это тема для других, скажем, наших встреч, отключений, но это тоже очень важно, что Меркель, ну, скажем так, озарила про это, она не боится даже, что могут ее там чем-то обвинить и так далее, и так далее, но есть еще политики в Европе, в мире, которые еще могут рассуждать, ну, скажем так, более-менее прагматично, потому что все, все больше нацелены на то, чтобы на войну, и чтобы война все решила, чтобы победа в войне, вот она приведет к искомому, скажем так, желаемому состоянию, вот тогда откроется дорога в рай, но, понимаете, это интересная идея, когда дорога в рай, скажем так, идет через ад, но на этом скажем так. Владимир Ильич, можно еще на этой грешной земле без ада и рая, берегите себя, дорогие друзья, пишите и устраивайте лучше вот эту войну в комментариях, мнение, столкновение этих мнений, пишите все, что вы думаете, Владимир Ильич Карасев. Да, я только хочу завершить, вот уже поскольку рай и аду, у Высоцкого есть песенка о том, как коммунизм решили черти строить в аду. Так вот, заканчивается эта песня так, давно уже в раю не рай, а ад, но рай чертей в аду уже построен. Да, вот такая точка. Гениальный Высоцкий, Владимир Семенович Высоцкий все-таки был гениальным бардом. Представляете, какой эпилог по скриптам нашему включению или нашему разговору сегодня. Да, я благодарен всем за счетом. Всего самого доброго, берегите себя и увидимся обязательно на канале. Кстати, подпишитесь, пожалуйста, на канал Вадима Юрьевича Карасева, он будет отмечен как пользователь, перейдите там темы, эфиры и очень интересные материалы. Ну и, конечно, будьте моим подписчиком тоже. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!